Всем здорова, чуваки! Девчонки! В одном из прошлых видеороликов я соревновался в перетягивании каната с детьми. И, к моему удивлению, меня перетянуло всего лишь 5 человек. Но если вы не видели этот ролик, обязательно посмотрите вот здесь вот в углу, это было очень прикольно. Но легко ли будет перетянуть гирю весом 24 килограмма? Как вы видите, я ее с легкостью перетащил. Ну а что, если мы сделаем этот пол скользким, сможем ли мы также перетянуть эту гирю? Давайте это узнаем. Для начала нам нужно взять полиэтилен. Леха, бери. Сейчас заклеиваем края малярным скотчем. Как ни странно, малярный скотч у нас закончился, поэтому берем армированный. Армированный скотч у нас закончился, но у нас есть двусторонний, его-то нам точно хватит. Ну а кто будет участвовать в этом перетягивании, мы сейчас с Лехой узнаем при помощи игры камень-нолицы-бумага. Давай, Лех. Камень-нолицы-бумага, раз, два, три. Ай, Леха, давай участвуй, красавец. Так, ну а поскольку Леха у нас участвует, ему нужно переодеться. Да давай, Леха, вперед. Ну что, ребята, Леха у нас готов. Смотрите, какая красивая форма, даже шлем есть. Так вот, сейчас я сделаю этот пол максимально скользким при помощи ферри. Леха у нас босиком, поэтому ему будет очень скользко здесь находиться. Ну что, погнали. Леха. А, холодная. Скользко. Уже сразу. Если, конечно, не двигаться нормально, но только чуть-чуть и все. Ну что ты думаешь, ты сможешь вообще перетянуть гирю на этом полу? Уже не уверен. Ой, Леха, я тебе вообще не завидую, конечно. Я уже чувствую, насколько это скользко, потому что Леха босиком прям, мне кажется, он может легко упасть. У меня уже ноги устали. Все, ты пока здесь все разровняй, как хорошенечко побегай тут. Я сейчас тебе принесу первый предмет, который мы будем сейчас использовать. Я никогда в своей жизни не стоял на ферри, а тем более еще и на клеенке. Это очень сложно, мышцы уже болят. Я думаю, с этим экспериментом будет очень сложно справиться. Ну а первый предмет, который мы сейчас возьмем, это вот такой вот шарик с водой. Здесь примерно 1 литр. Как вы думаете, сможет ли Леха перетянуть литровый шарик на этом скользком полу? Сейчас узнаем. Но для начала привяжем один конец веревки к шарику, а другой конец веревки дадим Лехе. И посмотрим, сможет ли он перетянуть этот килограмм. В первом проверочном этапе и шарик, и Леха будут находиться на скользком полу. Тем самым узнаем, кто из них выиграет. Лех, держи веревочку. А шарик я кладу вот сюда. Так, ну что, Леха, ты готов? Всегда готов. Давай проверим, кто сильнее, кто перетянет кого. Раз, два, три. Почему так легко? Какого хрена? Скорее всего, потому что шарик резиновый, он очень легко скользит по поверхности. Но это было очень просто. Я чуть-чуть дернул, и она просто скользила подо мной. И все? Ну давайте сейчас усложним Лехе задачу и возьмем вес в 2 килограмма, а именно 2-х литровую бутылку Пепси. И посмотрим, как справится с ней Леха. Завязываем. Но сейчас Лехе будет чуть-чуть сложнее, потому что эта бутылка будет находиться не на скользком полу. Кладем бутылку. Лех, держи другой конец. Итак, Леха, давай на счет 3. Раз, два, тяни. Да что все так изи-то? Какого хрена? Я думаю, это будет гораздо тяжелее. Лех, походу тебе придется усложнить еще задачу. Это было так же легко и просто. Пацаны, видимо, меня совсем недооценивают, поэтому, парни, тащите что-нибудь посерьезнее. Ну что, ребята, если Леха просит что-то побольше, значит будет побольше. Следующий этап это 5 килограмм, то есть 5-литровая баклаха воды. Ну что, Леха, ты теперь начинаешь сомневаться, нет? Нет. Не начинает? Ну посмотрим, кто выиграет. Слушайте, ну веревкой вот так вот, если держать ее, это очень тяжело. Так, Лех, я так же ставлю сейчас пока просто на нескользкий пол. Другой конец я даю тебе, держи. Мне кажется, это будет так же просто, как и первые два варианта, поэтому я попробую идти вообще пешком. Ну что, Леха, давай, погнал пешком. Не, ну слушай, ну как будто чуть сложнее. Ну, значительно сложнее, конечно, но победа одержана над 5-ю литрами. Не, ну это всего лишь 5 килограмм. Леха-то весит сколько? 83. 83 против 5 килограмм на скользком полу. Ну, возможно, это действительно не особо честно. Да? Тащите что-то побольше! Ну, зря ты это попросил. Сейчас будет побольше. Слушайте, ну это гораздо тяжелее. В 5 раз больше, чем 5-литровая бутылка. Потому что гири весят 24 килограмма. Но это я сейчас был в кроссовках на нескользком полу. Понимаете? Это мне было вообще изи, но поднять ее очень тяжело. Ну, как с этим справится Леха на скользком полу? Я не знаю. Мне очень интересно увидеть это. Лех, ты что думаешь? Это, конечно, выглядит уже посерьезнее. Но мне кажется, я справлюсь с одной левой. А как думаете вы? Напишите в комментарии и проверим, правы вы или нет. Ну, здесь нам веревка не нужна. Потому что есть цепь, которая приварена к ручке этой гири. Я думаю, все. Лех, точно нет? Мне кажется, ты в себе слишком уверен. Леха, вот тебе цепь, она, правда, чуть коротковата. Ну, возьмись и попробуй перетянуть. Подожди, не тяни. Итак, Леха, ты готов? Готов. И что думаешь? Точно перетянешь? Я в себе не сомневаюсь. Ну, давай, поехали на счет три. Раз, два, погнал. Ладно, одной левой не получилось. Не, ну, слушай, не, походу это не получается, ни хрена. Ну, чуть-чуть двигается гиря, немножко. Лех, попробуй с разбега. Ну, что, никак, что ли? Ну, так рыбками слегка что-то получается. Давай, давай, Леха, ну чуть-чуть. Не, ребята, это фиаско. Давайте немножечко все-таки упростим Лехе задачу. Он слишком перетрудился, переоценил себя, так скажем. Но я думаю, сейчас стоит положить гирю на скользкий пол. И тогда мы посмотрим, кто кого, гиря или Леха. Делайте ставки, господа, пишите в комментариях один или два, где один это гиря, а два это Леха. Давай, Лех, я тебе установлю гирю чуть прям получше как-то. Ух ты, блин, слушай. Так, я прям на скользкое какое-нибудь место установлю тебе. Вдруг тебе как-то будет легче. Итак, Леха, давай, сделай немножко попроще. Гиря, у тебя на скользком полу. Попробуй перетягивать. Раз, два, три. Не, ну слушай, ну так. Ну, это уже попроще. Ну, так получается. Скользкий пол все-таки дает о себе знать. Гиря все-таки поддалась Лехе. Ну, вы сами видели, какие у Лехи были усилия. Ну, если сравнивать гирю с шариком, ну, гиря 20 раз точно тяжелее было перетянуть. В общем, ребята, с сухой поверхности гирю невозможно перетянуть. По крайней мере, у меня не хватило на это сил. Ну, а когда она была на ферре, это было скользко, и я с легкостью ее перетянул. Слушайте, ну если брать не скользкий пол, то Леха кое-как по миллиметрику пытался рывками эту гирю перетащить, но ничего не получилось. Хотя Лехин вес 83 килограмма, а гиря весит всего 24. Представляете, разница в весе в три раза. Хотя, если бы мы добавили еще пару килограмм на эту гирю, то Леха бы вообще никак не смог ее сдвинуть с места. Хотя, слушайте, мне в голову пришла одна гениальная идея. Я знаю, как усложнить этот эксперимент. Для этого нам нужно взять веревку, перекинуть ее через верх и привязать к какому-то предмету. И Леха тогда точно не смог бы поднять даже 5 килограмм. Я в этом уверен на 100%. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы сняли этот ролик, обязательно ставьте максимальное количество лайков под этим видео, подписывайтесь на канал, и мы обязательно это сделаем. Всем пока!